всем привет youtube привет от приехала к нам вот приура и чуть тут под накрыла разве там тоже машинка беда красивая всю ее конечно побила вот лучше делать придется конечно капот снимать тут на лбу прям и здесь вмятины прям хорошие это человек ехал в этот момент потому что ехал в общем все это крышечка и крылья стойка вот здесь вот это немножко слегка чем досталось машинке чуть-чуть здесь тоже досталось ну и капоту самое конечно больше всего капот и крыша вот по себе хорошо все видно да особо снимать не будем это такой легкий экскурс так сказать вот видно что машинку побила теперь надо взять это все выпрямить градушки граду сколько дрын 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 но шагри не такая крупнючая такая прям крупная шагри на машине обалдеть ну то на украинка вот она следующая вот так вот как подключительным стеклом и делать можно было бы идеально делать или близко но так по телефону в каждый глаз не вставит поэтому приходится делать помпочками оригинально да прям как и на ло какой выглядит вот он и мусорской тут присутствует ничего с этим не попишешь вот иногда когда как бы и не очень хотелось камера снимает вот пожалуйста но раз когда хочется что-то снять ничего не получается ну ладно это такой небольшой анонс а приура интересный эпизодик надо по граду как град иногда падает кучно но тут открытый доступ везде поэтому проблем будет вот вот это место было теперь у нас вот интересный момент что самое характер мне нравится в этом автомобиле что практически вот до сюда мы можем залить вот таким вот инструментом даже вот и все прошевелить практически до края элемента конечно и снимать и давить не это получается но юмор в том что вот практически до самого края можно долезть я извиняюсь сделаю потом и шли наружу как я уже говорил не получается одновременно и снимать лучше всего мне нравится вот сюда в этом месте заходить вот таким вот крючком формы тут произвольные подгинать можно и здесь и здесь и здесь и здесь в любом месте это инструмент это не таблица умножить и дважды 24 а трижды 39 вот как вам удобно можно гнуть перегнать этот инструмент конце концов если он сломался у меня пока что ни один не сломался вот можно взять такой кусочек стали вот согнуть новый крючок затащить и опять им ковырять потому что эти крючки они практически стоят копейки можно так сказать на наше время копеек цены конечно не копеечные но имеется ввиду не так дорого как допустим ценят фирмачи вот поехали да продолжаем играться машин машин тут засвечивает сейчас вот такая вот красота у нас тут рясно-рясно уродилась так что есть с чем поработать продолжаем попробуем поснимать ремонтированную крышу вот в отраженке в принципе все видно что тут и как было видео до того немножко было во время того и теперь вот я как бы финиш крышей уже поделал все что надо вот тем более что меленькие тут какие-то нюансы я тут вдавался там допустим вот так вот он моментик да вот на белом автомобиле это практически не видно вот допустим вот такое это я сейчас еще немался как бы этим нюансом и вот на крыше я когда эту детальку здесь доделаю здесь немножко неудобненько мне вот такую вот вот она маленькая но ее видно будет поэтому тут еще вот две штучки одна здесь и одна чуть-чуть вот здесь дальше есть я делаю остальное как бы все это уже не заметно вот эту деталь я решил мать потому что там во-первых и здесь удобно дорезть и вот эту всякую ее неудобно ковырять на машине во всяком случае да вот так вот ну вот такой с этой стороны в принципе все ревна вот вот еще остался капот побитый и подкрашенный он слегка вот он переход виден вот его видно подкрашивали по идее тут наверно крылышко менял подкрашивали и немножко на капот забежали поскольку немного разнотон крыла с дверью а с капотом как бы все сходится поэтому я думаю что крылышко здесь наверно менялась вот 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 наш капот с ним еще предстоит побор он такой весь пожевано побитый весь и крыль на нем крупная вот и мусора хватает на покраски так что все равно делать надо ну что поделаешь если наши машины так делают так красят так делают самое слава богу что хоть цены растут не падают на наши машины тоже в том числе а то было побильно иномарки растут в цене а наши нет а так все хорошо все нормально всем привет youtube привет вот она наша машинка беленькая красивенькая закончили мы заниматься крышей вот теперь у нас очереди капотик тут тоже он побитый хорошо для того чтобы не морочиться с установки капота назад вот так я ставлю обычно четыре точки вот и потом потом мы берем такой ножик аккуратненько без фанатизма прорезаем вот и когда выставляешь меточки должны совпасть вот и потом как бы никаких проблем а то очень часто такой психологический момент когда человек отдает машину ремонт у него все в порядке где-то зазоры допустим вот видно явно зазор вот этот и вот этот здесь много больше но этого никто не замечает или там допустим есть вот зазоры явно видно да что они как бы положить вот так линеечку куда все уходит вот и все нормально и по прилеганию допустим вот эта дверь провалена а это дальше стоит вот никто не обращает внимания но как только ты снимешь вот эту дверь тебе сразу укажут на то что ой тут зазоры не тихли тут какие-то царапины были а их не было вот вот у меня не было это точно не было вот ну и так далее и тому подобное вот такие казусы чтоб такого не было ребят у всех есть телефоны аппараты чего угодно сняли потом человеку вот вот твой бампер вот и так тому подобное вот чтоб не было этих казусов не надо наступать на одни тяги вот после таких вот видео уже как бы устраивать качели вам никто не будет а качать тоже не будет я почему про капот видео это снял потому что капот это дело подкрашивался снимался но машинка была в дтп его 1 поставить так как оно должно вот кстати прикол видно вот шишка и шишка блин поджилась костер вот не ямка а шишка я с ним вот кто и как ее туда поставил непонятно находится вот здесь под жесткостью вот раскрепляем капотик и начинаем потихонечку потихонечку его ковырять потому что капотик снутри красился и снаружи то есть тут все не так просто и легко как хотел поэтому будем аккуратно с ним работать там можно попасть на покраску а не хотелось бы вот поэтому помнить надо лучшее враг хорошего вот с капотом как бы все завершено в данном случае тут кое-где вот видно дело в том что капот крашеный даже не един а вот здесь вот переход вот до сюда вот эта часть дважды крашен вот отсюда как бы доступ есть все и есть можно китовчиком долезть но я начал шевелить и в лампе видно что краска треснуть поэтому капот крашеный как бы лучше поберечься но опять же вернемся к нашим меткам вот сейчас мы капот поставили на место вот и посмотрим что у нас получается сейчас ставлю на паузу и закрою продолжаем вот наши меточки практически все совпало так же как вот и здесь где-то если там и какой-то дыру не совпал то в масштабах капот это ни на что не повлияло поэтому естественно я чтобы добиться этого несколько раз пришлось тут мне его туда-сюда как говорится с ним поиграться понянчиться вот здесь вот скажем так ну чуть-чуть там доля метра можно было бы его капот подвинуть сюда назад но это не на что повлияет поэтому выживаться я тут не буду вот не те это автомобили вот тут зазор на них пляшет как хоть вот мы уже это смотрели вот здесь такой зазор русский автомобиль что с него хотеть это Mercedes-Benz поэтому для в общем-то везде вот если посмотреть зазорчик ровненький нигде окусывается также как и здесь ровный зазорчик нормальный а чего хотеть от наших автомобилей как бы не надо как говорили древние греки смеркалась или кто там говорил ну так видней вот она наша побитая градом машина была а теперь не побитая конечно кое-где коцки как вот от камней вот остались ну что делать двух-трех местах здесь и на капоте там это подкрашено а так в принципе нормально в таких вот местах делать это поделать хуже в таких местах лучше не трогать как говорится надо вовремя облиться ну вот она а вот счастливый хозяин пока-пока до новых встреч